Жанти-шанти-рэс, плавка Скад 45, тактический рюкзак с объемом 45 литров. Давайте пройдемся по тому, что он из себя представляет. Первое, что бросилось в глаза, очень ядреная пряжка. Я бы сказал, что это перебор. Такой пряжкой можно слонов привязывать и крепить. Ну, ладно. В такого класса изделиях на весь обычно никто не экономит, пускай будет. Широкая стропа прячется. Тут можно немножко что-то сникать, а техническая особенность, но можно что-то сникать. Платформа Мале, раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, два на четыре. И здесь то же самое. Значит, снизу, если мы убираем лямки, видим подушку. И пояс можно полностью убрать. Для такого класса рюкзаков это актуально, он здесь стоит на липучке. По бокам сразу же рядом видны карманы. В карманах должны прятаться карманы для фляг или чего-то подобного. Это интересное решение. Да, 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 сейчас. Позволяет, с одной стороны, не торчать ничем наружу, а с другой стороны, вот, если хочется, вот, пожалуйста, в данном случае адаптоник у нас убрался. Ну, причем бы и нет. Немножко тяжело все это движется. Общая характеристика материалов, они нормальные. Но после кивидишина дрянь. Прямых аналогов этого рюкзака один к одному кивидишину нет. То есть, стоят они раз в два дороже. Но это просто к сведению. То есть, если задумывались, обратите на него, пожалуйста, внимание. Слишком разительный контраст. Дальше. По боку идет платформа Мале. Тут ее много. Смотрите на фотографии. Утяжки две. Утяжки имеют, как и все, стропы. Дополнительно вот такую фиксацию на липучку, чтобы не болталось. Если вам она не нравится, вы ее снимаете и заворачиваете. Также один из вариантов использования. Вы, затянув липучку, вот эту заворачиваете на себя. И она висит уже более короткая. То есть, укорачивание стропы. Спина. Вот это все больше по красоте нужно. То есть, никакой вентиляции нам это в реальной жизни не даст. То, что она по бокам обшита, это защита от истирания дополнительная. И это скорее хорошо. Верхнее крепление лямок. Ну, я не вижу в нем большой необходимости. Это больше декоративный момент. Ну, может быть, кто-то напишет, что я не прав. То, что крепление лямка вот такое вот. То есть, если сравнить с Raidl брюкзаком, нам похожие системы лямки, насколько я помню, они снимаются просто целиком. Вот там это оправдано. Здесь лямки не снимаются. Поэтому, почему сделано так, я не знаю. Лазерная резка, это все фигня. Лазерная, не лазерная. Но функционал это никак не влияет. Грудная стажка есть. Можно ее рассыпить и поднять повыше, если очень хочется. Но навряд ли вам это будет нужно. Так, тут у нас что? Тут у нас намек на гидратор, видимо, да, судя по... Ну да, намек на гидратор, правильно. Гидрационный карман. До него мы доберемся попозже. С внешней стороны куча мале, снизу мале и карман сверху. Карман, материал немножко пропитан. Карман достаточно не четок. Вот такой вот он. Вот этот карман. Какой-нибудь планшет вполне можно сюда уместить. Дико-тактическая липучка для патчей. Можно поменять. Кстати. Молнию можно немножко прикрыть. От осадков. Молния нормального качества. Опять же, кивидюшина проиграет, но нормально. Нормально. Рюкзак открывается достаточно широко и почти полностью. Поэтому удобен для длительных поездок, где потом нужно что-то быстро достать. Ну, вообще, выглядит как чемодан практически в открытом виде. Изнутри такой небольшой органайзер для мелочевки. Качество сетки, я думаю, что достаточное для повседневных задач. Обшивная лента легкая. Ну, в общем, материалы здесь в основном легкие, но не все. То есть, вот, например, спина здесь достаточно тяжелая. При том, что она, ну, видите, она мягкая. То есть, на нее рассчитывать, как на жесткую спину, не стоит. Но это, опять же, типично для такого класса рюкзаков. Влезти сюда, я думаю, что прилично всего. Кармашек для паспорта, крепление для гидратора. И, пожалуйста, выход для гидратора. Сейчас. А, дурак я. Это выход для гидратора из кармана для гидратора, который отдельный. Да? Вот он. Вот он, карман. Во. И что-то я снова неправ. Да-да-да, я сильно неправ. Значит, этот карман, это просто карман. Если вдруг по городу считаете, что секретный карман. Но он никуда не ведет. То есть, я прям сильно неправ, ребятки, извините. А где же тогда гидратор спрятал? Вот, 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 для гидратора. И... 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 Ага! Вот. Ну, в общем, надо мне больше кушать. Если вы увидите другие ролики из этого дня, поймете, что я просто не делал три дня уже. Так надо. Ну что, давай чуть-чуть в кино. Для туристических задач более удобны, конечно, округлые рюкзаки. Обычные туристические, классические. Вот это все менее удобно. Но такой рюкзак зато применим для поездок на автобусах, общественном транспорте, электричках. Может быть, самолетах, если по габаритам впишетесь. Это похоже. Молния, удобно в городе, в целом. Вот. Конструкция лямок мне, наверное, не нравится. Вот это вот все. Вот какое-то оно слишком сильно крутящееся для меня. Может, есть какая-то логика, и я ее пока не могу отценить. Так. Также вот это все красиво и не болтающееся. На самом деле неудобно для регулировки. Я всегда цепляю. Потому что мне важнее возможность подтянуть лямки, чем то, что они не болтаются. Это вообще не важно, болтается она или нет. Так. Разгрученный пояс плотный. Это приятная неожиданность. Вот тут тоже все неудобно для регулирования немножко. Так, я его почти смог затянуть. Вот это надо отцеплять нафиг и затягивать до конца. У меня, но в худшем случае, в смысле в маленькую сторону 50-й размер, а на самом деле должен быть больше. Рюкзак нужно, кстати, чуть-чуть приопустить пониже. И тогда он сядет. Во. Он, скорее всего, у меня где-то ближе 52-54. Вот в таком варианте он сел неплохо. Разгрузка абсолютно рабочая. Значит, если набить его плотно, чтобы все стяжимое передавало вес через себя, чтобы не было никаких моталяний, и чтобы спина стала, соответственно, жесткой, насколько это возможно, не убив молнию. То есть тут нужно набить не до конца и затем стягивать утяжки. В таком случае он сидеть будет прям неплохо. То есть в качестве городского Uber-рюкзака, если вас не смущает внешний вид, это прям неплохое решение. Для тактических задач, ну, тоже, наверное, чтобы это не значило. Для обычного туризма, посмотрите, обычные классические рюкзаки с высоким тубусом, это более проверенное решение. Оно живет лучше. Но в целом это вполне нормальный рюкзак, продолжающийся традицией Каскада 60 и Каскада Версия 2. Люди берут, значит, ему есть место в жизни, значит, он пригождается. Эти лампы такой приятный фондровый свет дают. Сейчас. Стой. Хорошо.